доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды собственно как и всегда возвращаемся на площадке продолжаем разбирать основные фундаментальные события минувшего торгового дня и смотрим на то что у нас заготовлено с учетом повестки на день сегодняшний друзья продолжаю повторять не забывайте подписываться на наш канал только так у вас будет возможность быть в курсе всего видео контента которые мы добавляем он делается для вас если вас интересуют рынки уверен то что информации вы найдете там предостаточно ну что же центральная тема для всех площадок остается прежней как гром среди ясного неба решение трампа усилить давление на китай для того чтобы форсировать сроки подписания торгового соглашения посредством новых с одной стороны повышенных таможенных пошлин на прежнюю скажем долларовый эквивалент в товарах на 200 миллиардов собственно долларов вступают в силу эти пошлины которые предполагаются повысить в два с половиной раза с 10 до 25 процентов в предстоящую пятницу кроме того трамп планирует обложить точно по такой же ставке уже оставшийся китайский хи экспорт там на сумму общем долларом эквиваленте тоже 325 миллиарда то есть фактически мы можем говорить что если в пятницу не произойдет как он чудо в конце концов под до пошлинами будет весь китайский экспорт со всеми вытекающими отсюда последствиями для товарооборота для рисков связанных с внешней торговлей и так далее эта тема центральные друзья мы видим как она влияет на динамику рисковых инструментов как влияет на динамику защитных активов и в принципе мы сейчас по большинству актива получаем ровно то что нам нужно если посмотреть на нефтянку лов вчерашнего дня 69 53 сейчас чуть повыше мы находимся 7024 здесь все просто друзья почему не снижается потому что если в конце концов фан отношения сша и китая зайдут в окончательный тупик ну или по крайней мере в лучшем случае нам скажут что переговоры продолжатся но вот соглашение если будет то не скоро мы сделаем абсолютно оправданный простой вывод что мировая экономика ее перспективы роста будто мрачены вот этой неопределенностью как это скажется на темпах роста глобальных темпах роста вы это знаете мы в прошлый раз на одних рисках потеряли там больше 0,4 процента это безусловно отражается и на спросе на углеводород отразится на будущем спросе приведет соответствующим снижению котировок я сейчас не ухожу не хочу уходить плоскость друзья прежних аргументов того сколько нефти добывает опек что будет сделка энергетического пакта это пока не так что и актуально у нас есть по хронологии предстоящие пятницы друзья мы ждем как в каком формате пройдут очередные переговоры и что в итоге чем будет завершена эта неделя вступит ли в силу эти самые пошлины вот думаю что открытие следующей недели понедельника будет крайне интересным но я буду держать вас в курсе всего происходящего сегодня друзья по нефтянке предлагаю обратить внимание на данные по запасам от администрации аналитической информации в 17.30 выйдет этот выйдет этот отсчет накануне у нас американский институт нефти отчитался о том что запасы выросли это кстати еще а стала причиной фактором давления я жду похожие цифры уже от официального на ведомство евро против доллара 1 1203 еще один день не фундаментальной статистической слабости производственные заказы германии только вдумайтесь в эти цифры минус шесть процентов в годовом выражении кроме того еврокомиссия пересмотрела прогноза роста ввп на этот год до 1 и 2 процентов я уверяю вас друзья будет еще хуже я думаю что закроем в лучшем случае около единички но скорее всего при таком фоне будет ниже при этом 18 год на контрасте ввп составил 1 и 8 процента также снижены прогнозы друзья и по инфляции на текущий момент европейский еврокомиссия да и cb планирует в лучшем случае увидеть индекс потребительских цен на отметке 1 на 4 процента то есть еще один год прошел с учетом действующих экономических стимулов инфляция по-прежнему очень далека от целевого показателя в 2 процента сегодня промпроизводства я думаю что это заключительный аккорд который позволит а похоронить промо сектор ведущего локомотива валютного блока ждем слабые цифры настраиваемся на страна распродажи через несколько часов после этого в 14 30 состоится пресс-конференция майор драки который будет резюмировать весь этот фон и ему придется начитаться об этой слабости еще раз напомнить рынку почему важно сейчас сохранять все меры экономического стимулирования поэтому я сегодня жду от евро снижение друзья и надеюсь то что с учетом этой поддержки это снижение произойдет фунт против доллара 1372 сказать нечего но единственное что он ясно что великобритания будет участвовать парламентских выборах 23 мая это значит то что до 23 мая а в плане соглашения и прорыва в обсуждении тонн на каких условиях англия должна выйти состава с в будущем нахождение компромисса между парламентом правительством не произойдет австралии с против доллара 070 20 друзья я настоятельно рекомендую вам открывать короткие позиции ждать снижения накануне резервный банк австралии не снизил процентную ставку ну обещал сделать это после потому что ему придется делать исходя из низких значениях инфляции базовая инфляция находится сейчас на уровне 4 процента при этом целевой коридор 2 и 3 процента надеется резервный банк австралии на рынок труда зря потому что он стагнирует и ухудшается по состоянию из месяца в месяц поэтому на следующем заседании скорее всего мы вернемся к тому что ставка а будет оснижена готовимся к этому заранее друзья сейчас очень хорошие возможности продать и я надеюсь то что вы их не упустите новозеландец против доллара 065 87 мы на грани были того чтобы сделать долгосрочную цель на отметке 065 лоб был 065 24 как вы знаете несколько часов назад резервный банк новой зеландии снизил процентную ставку на 25 боистых пунктов все те же самые причины что и в австралии слабости инфляции базового показателя рынок труда стагнация экономического роста и так далее конечно же особый риск это неопределенность в сфере внешней торговли который стал актуален из-за от действий трампа я считаю что резервный банк новой зеландии правильно поступил надеются что и резервный банк австралии поступит также но вот про активным оказался а второй но ничего друзья по австралийцу увидим в принципе такое же снижение будем ожидать доллар канадец 13458 тоже мы очень близки к к цели 135 это перевалочный пункт пойдем дальше нам нужно сейчас получить еще больше снижение цен на нефть я думаю что не за горами эта динамика и доллар иена мы коснулись нашего ближайшего ориентира 110 сейчас даже пониже находимся 109 97 динамику доллара иены отражает общее бегство инвесторов из риска трейдеры переводят капитала в защитные активы франк в иену в облигации поэтому мы и видим соответствующую динамику если посмотрим на десятилетки действительно они сейчас находятся на многонедельных минимумах по доходности 245 сотых процента думаю что мы получили наконец такие нужные фундаментальные обстоятельства чтобы вот продавить эту пару ниже психологического рубежа 110 дальше будем получать еще больше профита друзья молодцы те кто адекватно оценил фундамент и прислушался к рекомендации продажи доллара и иены на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания